здравствуйте дорогие друзья у нас возникла еще одна тема на канале и эта тема связана с соседями как мы живем с нашими соседями ну я думаю что этот вопрос очень интересный дело в том что много-много лет назад я думаю что это было в середине прошлого века 50-е годы америка она вообще была пуританская страна люди очень набожные в основном это было вот в тех местах по крайней мере где мы здесь живем это белое население и все определяется на самом деле стоимостью жилья да если жилье немножко подороже тоже вот белые люди если она была раньше так сейчас все поменялось если было подешевле жили мексиканцы совсем дешево жили черные люди а вот и соответственно были целые комьюнити да были целые городки в которых жил абсолютно белое население между ними были очень тесные связи дети ходили в одну школу локальную дети играли на улице это было очень повсеместно очень частое явление что дети играли на улице если мы смотрим фильмы 50-х годов они ностальгически приятные очень то дети играют на улице и мама находясь дома из окошка кухни так высматривает чтобы там было все нормально а вот на наше удивление сохранились еще сегодня такие улицы вот у наших друзей в городе сан-узе у них дети все выходят на улицу все родители открывают гаражи ну и там кто-то за ними сидит в частности наш приятель он сидит наблюдает за своей внучкой как они там играют а вот а вообще-то это сегодня не частое явление сегодня дети очень изолированы и дети играют на своих бахьярдах и вообще в условиях того что вот не могу сказать про всю америку да за всю одессу говорить говорить не могу но здесь у нас в мире очень большое количество разных национальностей у нас мало осталось бедных белых людей поэтому и эти все люди которые разные национальности они очень неплохо зарабатывают то есть софтверная индустрия средний доход на семью может быть там легко от 200 тысяч до 300 тысяч это простые инженеры поэтому все вот эти вот скажем так в кавычках белые ранние места сегодня они многонациональные это и могут жить там индусы могут жить китайцы в данном случае я нахожусь в городе купертина который и возле китайского магазина здесь очень много китайцев они в свое время облюбовали это место сегодня это в общем то одно из самых дорогих мест здесь очень высоко котируется школы очень высокая стоимость жилья и живут в основном люди вот выходцы из китая а да так вот соответственно все вот эти люди иммигранты в первом поколении которые приехали за последние там семьдесят восемьдесят лет они принесли элементы своей культуры и дети перестали играть на улице это уже не 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 американской культуры все играют на своих бакьярдах в общем довольно изолировано бывают такие вещи как слепого когда школьники договариваются родители привозят одних детей друг другу в гости они остаются на ночь чтобы все-таки между детьми было какое-то общение но в целом конечно такого тесного общения во дворах как было во времена нашего детства когда вся жизнь проходила на улице есть так такого нет здесь ребенка сажают машина везут школу до которой нужно проехать и чем выше уровень школы скажем здесь школы даже обычная наша то что называется средняя общеобразовательная школа состоит из трех уровней она состоит из отдельно школы начальной это отдельное здание с отдельным педагогическим коллективом это средняя школа это отдельное здание и это high school high school это не высшая школа смысле института high school это просто старший класс и средней школы с 9 по 11 класс поэтому здесь школы все разные и ты уже в средней школе можешь не учиться с теми детьми с которыми ты учился в начальной школе как правило если там ничего такого не случается поскольку это все идет в общем то по территориальному признаку то все-таки дети идут в одну школу если ничего такого не случается и родители не переехали в другое место но ситуация состоит в том что школы укрупняются до приходят дети из других районов то есть например количество начальных школ гораздо больше чем количество средних школ и они крупнее соответственно а количество high school еще меньше и они уж совсем огромные и туда иногда привозят детей из соседней городу если это хорошая школа там и специальные программы для бедных для того чтобы это все замесить в одну мясорубку так вот дети когда остаются друг у друга ночевать у них формируются какие-то более тесные дружеские отношения вообще в целом иммигранты первого поколения они живут более обособленно чем коренные американцы вот мы сейчас переехали в этот город синивейл и в принципе наша улица очень старая она была застроена одна из первых улиц в этом районе она была застроена в 1949 году коренное население естественно которая жила изначально на этой улице они были белые американцы но прошло много лет и улица сегодня люди продают жилье которое выросло очень много раз и заселяется на не самых разных национальностей напротив меня живут белые американцы и выходцы из англии но они родились здесь оба в америке ну то есть практически они американцы уже будем так их называть очень открытые очень приятные люди как только мы туда заселились и они пришли познакомились посмотрели как мы живем посмотрели как мы строимся очень приятные люди и в принципе если например там они находятся прямо напротив нас и если там нужно например и мы уезжаем куда-то и нужно проследить там почта какая-то придет что и никого нету дома то можно их попросить они подберут эту почту но в принципе этим там здрасте здрасте до свидания до свидания на ограничивается наше общение с ними но зато эта соседка она настолько общительна что она знает всех людей которые покупают жилье вокруг и она и знает лично она со всеми любит здороваться это очень нетипично уже мы живем 25 лет и сегодня такое вот открытое отношение ко всем соседям далеко не часто встретишь а наш сосед вот с которым у нас забор как раз поломанный он китаец я увидела всего один раз во время нашей прошлой стройки когда он высказал мне удовольствие по поводу того что забор качается и наши контракторы прислоняют забору тяжелые предметы и от этого он качается еще больше он мне написал имейл в тот момент и прислал фотографии где там забор качается чтобы я имела ввиду значит и сейчас что получилось сейчас уже забор забор такой ветхий что там из него просто сами по себе вываливаются отдельные доски и мы ему предложили чтобы мы совместно с ним заменили весь забор дело в том что забор является собственностью соседи которые находятся по обе стороны поэтому в замене забора в принципе каждая сторона должна 50 процентов участвовать но не всегда бывают люди хотят тратить деньги все-таки это не так и дешево стоит вот и он пошел и сказал что я посмотрел на этот забор на еще вполне хороший и менять его я не собираюсь и вот в общем вот сейчас вот что хоть что и делай либо меняя за свой счет полностью забор либо каким-то образом нужно этот забор ремонтировать потому что конечно когда отверстие в заборе у него там бассейн это ничего хорошего в этом нет вот с точки зрения безопасности например для наших гостей ну вот допустим гуляют маленькие дети зашли к нему на территорию упали в бассейн это уже его ответственность и он должен был свой бассейн оградить чем-то поэтому вопросы заборов очень серьезные и у нас в прошлом доме были соседи которые не очень кооперировались по части заборов и мы имели в общем-то сложности договориться с ними каким-то образом все таки утрясали эти вопросы там брали на себя часть оплаты и так далее вот не всегда люди хотят платить деньги за забор хотя в принципе вот наш сосед в прошлом доме он наоборот решил поменять весь забор просто выставил нам бил даже он не спрашивал хотим мы не хотим вот мы меняем забор вот вы должны заплатить столько-то и все он с нами не объяснялся но люди наверное более мягкие мы не стали возражать потому что действительно новый забор лучше чем старый вот заплатили ему 50 процентов стоимости этого забора и у нас был в прошлом доме хороший сзади новый забор вот и в этом смысле отношения с соседями регулируется их только буквально забором по большому счету никаких больше общение никакого не происходит но это то чем мы сталкивались за те 25 лет которые мы здесь живем у нас в общем-то наверное какая-то силиконовая долина такое в общем-то специфическое место дешевое вот может быть поэтому вот еще раз у наших друзей в сан-узе где дети играют на улице там немножко все по-другому но я как бы там не живу и не знаю насколько тесно они общаются со своими непосредственными соседями вот такая история про соседей в америке и про заборы но пока все